Идти в магазин не для того, чтобы потратиться, а чтобы заработать. Это может стать возможным. Один из депутатов Государственной Думы, Василий Власов, предложил давать деньги за найденную просрочку. По его словам, тому, кто нашел товар с истекшим сроком годности, надо выплачивать половину от суммы штрафа, который будет выписан торговой точке. А штраф для юридических лиц, на секундочку, варьируется от 20 до 30 тысяч рублей, чем не заработок. Как относятся к подобной инициативе кировчане, у них спросила Евгения Бакина. Депутат Государственной Думы, Василий Власов, выступил с инициативой выплачивать деньги тем, кто нашел на прилавке просрочку. То есть, это половина штрафа, который выписывается магазину за продукты с истекшим сроком. А это от 20 до 30 тысяч рублей. Если бы такую инициативу одобрили, то Елена Олина озолотилась бы. Причем в буквальном смысле. За 10 минут женщина обнаружила только в одном сетевом магазине десятки просроченных товаров. Начала с овощей. Они гнилые и уже покрыты плесенью. Причем помидоры дорогие, за килограмм 129 рублей. Из гнил томат явно не за сутки. Следуем дальше, где хранится курица. Елена отметила, что в холодильнике не соблюдается температурный режим. Курица мягкая, чего быть не должно. Но это не единственный сюрприз. У всей остальной продукции есть дата. Причем, заметьте, штрих-код для того, чтобы пробить в кассу, они оставили. А дату рождения этой курочки они оторвали. Самое опасное отравление бывает из-за грибов. Так вот, шампиньоны предлагают покупателю с истекшим сроком. Причем на витрине обнаружили около восьми таких пачек. Срок годности 20 суток. Выпущены были 26 июня. Сегодня 16 июля. И вот еще нарушение. Несоблюдение товарного соседства. Пожалуйста, холодильник. Свиная печень. Под ним хранится мороженое. Если бы сейчас мы обратились в суд, и если бы нам присудили штраф от 20 до 30 тысяч, мы бы с вами заработали порядка 200 тысяч рублей. Потому что одних только просроченных грибов было порядка восьми коробок. Если бы одобрили инициативу Власова, то разбогатела бы и Лариса Скукина. Женщина по специальности пищевой технолог, поэтому в магазинах за всем бдит. Но даже в ее холодильнике может появиться просрочка. А почему так? Говорит, нет соответствующего контроля со стороны Роспотребнадзора. Либо в магазины берут сотрудников без образования. Это все должно соблюдаться. И самое главное, что если я обратилась к заведующей, она должна меня проконсультировать, показать, да, что все у них в порядке. А не так, что знаете, хотите берите, хотите не берите. Инициативу одобрил и юрист Александр Вагин. Считает, что она повысит общественный контроль и просрочки в магазинах станет меньше. В принципе, тенденция нашего государства в последнее время сводилась к тому, что уменьшить контрольно-надзорные органы в своих полномочиях количество сотрудников уменьшается. Если раньше, по моим ощущениям, больше контролирующих органов ходило по магазинам и следило за этим, то в последнее время это свели, так скажем, к минимуму. Инициатива заслуживает внимания, но ее не одобрят, считает юрист. Возможны злоупотребления от граждан. Кроме того, придется пересматривать административные и бюджетные кодексы, а это проблематично. Субтитры создавал DimaTorzok